Одним из главных событий Петербургского международного экономического форума стала презентация рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России от агентства стратегических инициатив. Чувашия в нем заняла 13 место. В этом году Россия использовала новый подход к присвоению мест регионам. Всего присвоено 29 мест, несколько регионов расположились на одной позиции. Какие факторы помогли республике войти в 20-ку? В репортаже Татьяны Молоковой и Андрея Шоклева из Санкт-Петербурга. На оглашение результатов рейтинга губернаторы собирались в Большом зале Конгресс-центра. Многие из них пришли с бизнес-завтрака Сбербанка. В приветственном выступлении генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что в 2020 году на поддержку бизнеса были направлены значительные средства. Многие показатели снизились, но пандемия не расстроила планы бизнеса. И впервые за три года увеличилась удовлетворенность от получения услуг в органах власти. 40 из 85 регионов, несмотря на пандемию, улучшили индекс по всем показателям. Для составления рейтинга эксперты агентства стратегических инициатив опросили 400 предпринимателей по всей стране. Безусловно, основными ключевыми направлениями рейтинга, в том числе и в рамках дуин-бизнеса, оцениваются сроки подключения к инфраструктуре, выдачи разрешения на строительство, подключения к электросетям, регистрация предприятий. И вот по этим показателям у нас каждый год мы фиксируем снижение как средних сроков по стране, так и в наших субъектах Российской Федерации. Светлана Чупшева отметила, что всего лишь за пять лет в стране значительно улучшился инвест-климат и многие регионы в текущем рейтинге показали совсем минимальные разрывы, которые порой равны статистической погрешности. По словам Олега Николаева, Чуваша не просто остановила падение позиций, но и зафиксировала небольшой рост. Это сказывается в увеличении доверия предпринимателей к органам власти. Чтобы расти дальше, нужно еще активнее снимать барьеры для развития бизнеса, сокращать сроки получения разрешений на строительство и подключение к сетям. И это наш главный потенциал для роста в следующем году. Мы уже видим достаточно позитивное движение в этом направлении. Тот банк инвестиционных проектов, который сегодня формировается, он тоже движется в позитивном ключе. Мы уже в этом году зарегистрировали 9 резидентов в ТОССР Канаж. На подходе еще 3 резидента, и если все будет удачно, буквально в ближайшее время они также войдут в качестве таковых. Напомню, в начале года всего 3 резидента функционировало на территории, опережающей социально-экономическое развитие Канаж. Мы планируем буквально в ближайшее время подать документы на создание особой экономической зоны в городе Новочебоксарске. И здесь уже у нас резиденты заявляют свое желание участвовать. Причем это как действующие предприятия, такие как Химпром, УАУ Лента, так и новые предприятия, которые на сегодняшний день функционируют в других регионах. Еще в своем послании Олег Николаев отметил, что в республике необходимо создавать институты развития, которые будут оказывать поддержку бизнеса. Совсем скоро в Чувашии будет создано агентство инвестиционного развития, которое будет продвигать республику на внешнем и внутреннем рынке, привлекать инвестиции, а также сопровождать проекты и инвесторов на территории региона. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика из Санкт-Петербурга.